С проблемами ухудшения зрения некоторые из нас сталкиваются в определенном возрасте. Другие имеют их с детства. Героиня нашего материала Татьяна Кунцевич относится ко второй категории. Плохое зрение всегда было ее самой большой проблемой. Активная, открытая для общения, обладающая модельной внешностью. Да, Татьяна и сегодня принимает участие в фотосессиях. Девушка просто чувствовала себя некомфортно в определенные моменты. Но терпеть и страдать это не про Татьяну, а потому визит в медицинский центр «Новое зрение» был предопределен. Операцию провели в 2018 году в мае. Татьяна, здравствуйте. Добрый день, Лариса. Я очень рада вас видеть. Мы встречались почти два года назад. Я спрашивала вас о том, как прошла операция. Сегодня я хочу спросить вас, Танечка, о качестве жизни сегодня. Вот есть ли какие-то помехи или все идеально гладко? Лариса, вы знаете, так же, как и нашу последнюю встречу, и так же, наверное, как и в первый день, как только я встала из операционного стола, хочу сказать, что качество жизни потрясающее. Я нисколько не жалею, что я в свое время сделала лазерную коррекцию. Я еще раз повторюсь в ту самую фразу, которую говорил и доктор, и с которой я действительно согласна, это «почему я не сделала эту операцию раньше». Действительно, все абсолютно четко. В последнюю нашу встречу я вам говорила уже, что веду очень активный образ жизни, так и есть. Очень много времени провожу за компьютером, очень много времени провожу с людьми. Это напряжение не только зрительное, это также мыслительное напряжение. То есть много думаю, много работаю, много говорю, и качество жизни потрясающее. Потому что ранее, когда это были очки, это были линзы, все-таки напряжение, головная боль. Сейчас все отлично. Я делала операцию Илья Петрович, и Илья Петрович, я могу, он мне оставлял свои контакты, могу позвонить и спросить, если вдруг что-то меня беспокоит. Но, слава Богу, ничего меня не беспокоило. И такие отзывы не единичны. Можно с уверенностью сказать, что эксимерлазерное вмешательство, проводимое в клинике «Новое зрение», имеют максимальный комфорт для пациента и стремящийся к нулю уровень осложнений. Эти технологии, а также мастерство хирургов позволяют получить остроту зрения больше единицы и дать пациенту иное качество жизни. Давайте разберемся, как работают наши глаза, и поможет нам в этом ведущий хирург медицинского центра «Новое зрение» Илья Петрович Снопок. Для того, чтобы человек имел хорошее зрение, в глазу должно произойти несколько событий. Первое – это правильное преломление света при прохождении через роговицу и хрусталик. Эти две структуры можно сравнить с объективом фотокамеры. В идеале наш объектив должен сфокусировать свет на сетчатке. А она, в свою очередь, трансформирует его в нервный импульс. Далее этот импульс передается в особые центры в головном мозге, отвечающие за обработку зрительной информации. Итогом этой цепочки реакций является цельный яркий зрительный образ окружающего мира. Однако так бывает не всегда. Существуют оптические состояния в глазу, когда преломляющая сила переднего отрезка глаза не соответствует длине глазного яблока. Результатом этого является то, что луч света не фокусируется на сетчатке, и пациент плохо видит вдаль без очков. Различают близорукость, дальнозоркость и астигматизм, а также смешанные формы аномалии рефракции. Процедура, с помощью которой можно исправить преломление света в глазу, называется лазерная коррекция. Путем дозированного воздействия лучом лазера на роговицу можно в широком диапазоне менять ее преломляющую силу, тем самым передвигая фокус света на сетчатку. Глаза и мир, связь без посредников, именно лазерная коррекция поможет воплотить желание человека видеть мир ярко, насыщенно, без очков и контактных линз. Но прежде чем врач порекомендует оперативное вмешательство, пациент клиники пройдет тщательнейший этап диагностики, который занимает порядка двух часов. Количество и точность параметров, снимаемых во время обследования, более 100, и эта цифра впечатляет. Такой педантичный подход к диагностике позволяет нам исключить подавляющее большинство осложнений еще до этапа операции. Особо отмечу расширенную двухэтапную кератотопографию, измерение формы и поверхности роговицы, той структуры, на которой мы будем оперировать. Чем больше количество данных, собранных на данном этапе, тем точнее мы рассчитываем программу коррекции. Этап диагностики пройден. Далее следует операция «Лазерная коррекция зрения». В этом вопросе врачи нового зрения имеют колоссальный опыт. Первая лазерная коррекция в клинике была проведена 20 лет назад и сегодня. Придумать ситуацию, с которой бы не справились доктора-офтальмологи, довольно-таки сложно. С появлением эксимерного лазера появилась возможность менять профиль роговицы. Как мы вам и говорили, это передняя линза глаза с микронной точностью. Программируемо, меняя профиль, врач меняет фокусировку света в глазу. Современные лазерные установки позволяют оперировать пациентов с близорукостью до минус 20, исправлять дальнозоркость и астигматизм до 6 диоптрий и более. А инновационная система 3D-визуализации, интегрированная в операционный процесс весной 2019-го, кстати, впервые в СНГ, позволила дать максимальный контроль за ходом операции, увеличила точность проведения процедуры и сократила время нахождения пациента в операционной. Сама операция длится около 4-5 минут на оба глаза. Дискомфорт, если присутствует, то он минимален. Полный отказ от микроскопов и использование системы 3D-визуализации позволило нам значительно сократить световой поток, направленный на операционное поле, и победить такое явление, как фототоксичность. Это негативное влияние яркого света на клетки центра сетчатки. Мы вплотную приблизились к сценарию, когда пациент с утра приходит на диагностику, после нее оперируется и уже вечером соревнуется с друзьями, например, кто дальше увидит номера машины. И это реально, что подтверждают пациенты, которым уже была проведена операция. Татьяна Романюк, работающая на железной дороге проводником, уверенно говорит, качество жизни поменялось в корне, а операция была проведена совсем недавно, 3 октября, зрение вернулось. Сегодня Татьяну интересуют уже другие вопросы. Когда можно будет приступить к физическим упражнениям и когда уже можно будет пользоваться косметикой? Все хорошо по переднему отрезку глаза. Лоскут, который мы формировали, уже не виден. Видите, вы сдали единицу. Хорошее внутригласное давление. Я думаю, что 4 минуты какого-то волнения, оно стоило того, чтобы вы сегодня прочитали единицу. Да, я говорю, через час ехала в маршрутке, вот видела, говорю, что мелким шрифтом написано. Это для меня было, конечно, без очков удивительно. Ухудшалось зрение, я решила пойти в новое зрение, проконсультировалась, потом решила сделать все-таки операцию, так как работаю с движением, и мне это необходимо было. Я, допустим, не жалею то, что я пошла. Ай, как бы сейчас я себя комфортно чувствую, как-то необычно для того, что, допустим, раньше очки, очки я сейчас вижу очень прекрасно, говорю, мельчайшие подробности. Вы знаете, просто это что-то нечто, говорю, воплощение новой жизни. Я говорю, да, действительно, надо все-таки было обратиться раньше. Мы тянем вот до последнего, когда уже все вот это, и потом уже приходится идти, ну, надо вот раньше. Вовремя все делать, как бы. Мы все оставляем это на потом. Вернемся к Татьяне Кунцевич, героине нашей программы. Всем тем, кто еще страшится чего-то, не решается обратиться в новое зрение, она советует сделать первый шаг, чтобы в последующем сказать себе, почему я не сделал этого раньше. Сделала операцию, а что через полгода, а что через год? Я вообще, учитывая ту радость, которая случилась в моей жизни, это возврат зрения, я всем активно советую делать лазерную коррекцию. И все мои знакомые, друзья идут на лазерную коррекцию, учитывая, что в новом зрении очень часто проходят акции, и можно сделать действительно операцию почти наполовину дешевле. Нужно просто подождать эту акцию, я знаю, что они у них часто проходят. И потом, естественно, после операции они мне звонят, делятся своими впечатлениями и где-то опасениями. И у нас, вы знаете, они полностью совпадают, потому что когда мне тоже сделали операцию, вот первые дни, первый месяц, где-то бывает что-то моргнешь, и как будто бы в одном глазу четко, в другом нет, и это сразу волнение, это сразу звонок доктору, а может так будет всегда, а может со мной что-то не так. Но поверьте, это не только мое мнение, но и всех моих знакомых, кто сделал, по прошествию где-то трех месяцев, а, наверное, полгода, это тот срок, вот после полугода, когда полностью ничего не беспокоит, и вот эти вот где-то шероховатости, которые могут быть, и которые, естественно, это же наше зрение, мы на это обращаем внимание, мы волнуемся. И вот эти все волнения у нас, которые были, и у меня, и у моих знакомых, они все пропадают, потому что через полгода зрение становится четким, качественным. Команда врачей нового зрения – это команда профессионалов, их компетентность, результат приобретенных знаний, опыта, многолетней практики. Такие специалисты ценятся на вес золота, потому что какие бы роботы и компьютеры не приходили в нашу жизнь, никто и ничто не может превзойти человека, ведь искусственный интеллект создал тоже человек. Доктора нового зрения выбрали свою профессию не по необходимости, а сообразуясь с душевными склонностями. Постоянно расширяется штат докторов. Если в начале нашей работы два года назад это было четыре специалиста каждого профиля, то теперь хирургическую лечебно-консультативную помощь оказывают девять докторов. Также к нам приезжают доктора экспертного уровня из Минска. Ими оказывается помощь пациентам, которые нуждаются в хирургическом лечении сетчатки и стекловидного тела, витриоретинальной хирургии. Стаж работы в этой области у докторов более 20 лет. Мировая офтальмология не стоит на месте. Модернизируются оборудования, меняются подходы в лечении. Эти нововведения максимально оперативно внедряются в повседневную лечебную практику нашей клиники. Цель высококвалифицированной команды нового зрения предоставляет пациентам лучшее, что есть в современной офтальмологии. Их стиль жизни – стремление к совершенству и победам. Приобретите и вы взгляд победителя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова